Я не могу говорить, не надо. А что такое? У вас и в лоб в школу ходят? Да нет, я всю жизнь прожил там. Вот чердила-то. И вам больно видеть, как в школу закрывают? Конечно. Ну а судей, суд, видно, что он как-то проникает в эту ситуацию? Нет. Нет. Нервы сдают у взрослых мужчин. Андроновцы дошли уже до краевого суда, добиваясь отмены статуса филиала своей школы. Что реорганизация прошла при странных обстоятельствах, они выясняют спустя годы. О понижении статуса школы не узнали в 2015-м из-за тестата выпускников. К 2018-му году их убедили, что оказывается реорганизацию обсуждали на сходе села три года назад. Нам говорили, приехал ДИСК, беседовать будет что-то по школе. Мы-то думали школу ремонтировать, крышу чинить, а они оказывается ее просто реорганизовать. При этом на повестке дня этот вопрос не поднимался вообще? Нет, ничего не было известно. Еще больше люди удивились, когда решили проверить протокол таинственного собрания. Там прочли тему схода создания филиала и следили за мистикой с подписями. В июне месяце 2018 года запросили все-таки этот протокол, нам предоставили. Но предоставили совершенно не подписанный протокол, это нельзя назвать протоколом. В октябре месяце мы снова запросили этот протокол, нам в итоге предоставили копию протокола, уже подписанную. Сегодня, кстати, в суде ходатайствовали еще раз о проведении вызова свидетелей и проведении экспертизы протокола на срок давности, на то, что там подделаны подписи. Судьи отказали. Любопытно, но скоро начнется еще одно судебное дело. Вновь Тюменцевский район, на этот раз село Черемшанка. Мы узнали, что нашу школу реорганизовали путем присоединения к Тюменцевской средней школе, не оповестив нас и не поставив известность. Теперь мы боимся, что реорганизация приведет к закрытию нашей школы. Мы не боимся, она так и будет, повезут детей. Мы же задали вопрос, в чем вообще у вас, вы сэкономили? Заведующая, как была директор, она стала заведующая. Никакие ставки нет, они сократили. Для чего это делается? Узнали о создании филиала люди в этом году, а потом прочли документ, где реорганизация датируется 2017 годом. Жители уверены, что их мнения должны были учесть и искать правду будут в суде. Коллективный иск уже подписали 156 человек. Анастасия Дороган, Андрей Печоркин, День с толком.